Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Всегда только что ко мне присоединятся, всем здравствуйте. И я опять на море, и такая красота вокруг меня. Море необыкновенное сегодня, просто необыкновенное. Вообще, Черное море такие цвета показывает, которые, может быть, показывает не одно море в мире. Конечно, Средиземное по-своему красиво, но более светлое. А вот Черное, оно бывает и светлое, и черное прям, и синее такое, и синее-синее. В общем, разум необыкновенно. Так, сейчас я так покажу вам, где я. Я не взяла держатель для фотоаппарата, поэтому я вам просто вот так вот для камер, просто вот так вот показываю. Могу даже увеличивать и рассказывать. В общем, я сейчас хочу ответить на один вопрос, который мне не то что вопрос, а как бы такое письмо-беседа. Что это за письмо-беседа? Одна женщина мне написала такое серьезное послание, как бы что я навязываю Слово Божье, религию. Вы знаете, я вообще, если вы будете внимательно, видно вы недавно на моем канале, если вы внимательно будете следить за моими видео, то вы поймете, что я вообще не религиозный человек. Абсолютно. Я верующий человек. И я глубоко убеждена, что человек состоит, что когда человек рождался, работали не двое, а трое. Мама-папа и Господь-Бог. Поэтому, вот в этом я убеждена на сто процентов. Есть тому основание. Есть очень много у меня примеров. Каждый день чудес, то есть вагон и тележках, которые Господь Бог делает в своей жизни. Что Он делает? Вы можете наблюдать. Перелесните, зайдите на первое видео, потом второе, потом вы увидите, как модифицирует, трансформирует мою жизнь Господь. Я сама смотрю с самого начала и убеждаюсь в этом. Вы пишите, что это не надо даже это слово произносить, потому что частичка А означает против, а Тео – Бог. То есть вы сами себя отрезаете сразу. Мне не страшно уходить на тот свет, а вот людям, которые вот так вот, должно быть страшно, потому что в Библии именно Холана Святого Бога, Бога Духа не прощается. Это то, что не прощается. Прощается все, только вот это не прощается. Вы знаете, я вот что скажу вам. Поскольку вы мне написали, поскольку вас затрагивают мои беседы, я лично обращаюсь к вам и к своей семье, и к своей интернете. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Конечно, если вы решитесь убить Библию, то это именно во второй части, там, где Новый Завет. И вот там написано «Искренняя». Что значит «искренняя»? Это значит «произносимое от чистого сердца». Молитва праведника высвобождает огромную силу. И я бы добавила, которая способна много осуществить, раз огромная сила. Представляете, вот когда я это когда-то прочитала, что высвобождает огромную силу. Я подумала, о-о-о, значит, есть такая сила, и мне ее надо просто высвободить. Когда люди не удовлетворены своей молитвенной жизнью, они думают, что все это из-за того, что они недостаточно праведными. Они стараются исправить свое поведение в надежде на то, что их молитва будет высвышена. Вот следует помнить, что мы становимся праведными, когда рождаемся свыше. Возможно, мы не всегда поступаем правильно, но мы абсолютно праведны во Христе. Вот во втором послании Коринфянам, глава 5 стих 21, там говорится, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас, жертвуя за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Понимаете? Существует разница между праведностью и правильным поведением. Поэтому, когда вы говорите, что я правильно веду себя, у меня в жизни, в общем-то, все нормально, я правильно поступаю с ближними, я... Все это прекрасно, если вы только знаете, что такое правильно. И если вы понимаете, что праведность и правильное поведение – это две большие-большие разницы. Праведность – это наш статус, наше положение пред Богом, полученное благодаря крови Иисуса. Может быть, вам это сложно понять, но это так. Понимаете? Мы не можем стать праведными собственными усилиями. Только Бог Иисуса делает нас непорочными, словно мы никогда не грешим. У нас есть такая привилегия. Я всегда говорю, у меня есть привилегия, у меня есть кровь Иисуса, на которой я очистилась. Потому что, если бы я шла не через Иисуса, если бы я шла там по другому пути, то мне нужно было бы абсолютно все прожить заново и ни разу, ни разу не согрешить. Потому что я не была бы уверена, простил бы меня Господь или нет. А тут, когда я уже столько богов наделала, столько, прежде чем пришла к Богу, и тут мне открылось, что вот-вот именно тебя может омыть только кровь Иисуса. Ты не можешь ни через Магомеда, ни через кого. Ты можешь только через кровь Иисуса. Пусть мы все одно тело Христово, и мы можем вот так спастись. Мне вот так открылось это. И я пошла этим путем. Вам никак не открылось. Вот это страшно. Если, может быть, хоть как-то открылось, хоть что-то бы вы выбрали, было бы здорово, но вам никак не открылось. Вот это страшно. Вот это страшно. У вас нет никакого Святого Писания, на что вы могли бы надеяться, на что вы могли бы опираться. То, что вы говорите, что правильное поведение, все у вас хорошо. Я не верю в это. Не верю. Потому что я также когда-то считала правильным то, что совсем, оказывается, не являлось правильным. Об этом вообще я много могу говориться. Так что вы задели такую очень важную тему. И все равно я еще раз хочу вам сказать, что правильность – это наш статус. наше положение правильное. Вот так. И только полученное благодаря, конкретно в моем случае, крови Иисуса. Вот так. Собственные усилия не помогут. Хотите, верьте. Хотите, верьте. Господь Бог – самый главный демократ. Он нам дает такую, знаете, полную свободу. Уж кто нам дает полную свободу, так это как раз таки Господь. Несмотря на то, что мы живем в миру, да, и продолжаем совершать ошибки. Потому что очень тяжело жить в миру и не совершать ошибки. Для меня это, например, невозможно. То там, то там, то там пока напали. И вот мы смотрим на нас, как направить все равно, что мы рожденные свыше. Я говорю именно о теме. По этой причине у нас есть право молиться и быть услышанными. Вот как-то, когда я этого не понимала, а обращалась к Богу, то, когда я не шла этим путем, твоим молитвам, я как будто была прямо какая-то непроходимая стена. Стучу, 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 стучу. А тут просто поток благословений, Божьих даров и вот любви Божьей. Всегда старайтесь вести себя правильно из любви к Богу. Но помните, что Он слышит ваши молитвы и отвечает на них не по причине вашей праведности, а потому что Он плакал. Просто Он плакал. Кто бы вы ни были, кем бы вы ни были, что бы вы ни натворили, помните, Бог у нас один. Он плакал. И если со всей душой, от чистого сердца, знаете, из всего своего нутра вы к Нему будете обращаться изо дня в день, приветствовать Его, благословлять Его, рассказывать Ему все, все, все то, что происходит с вами, то Он вас будет слышать и будет пребывать именно там, где вы пребываете, где бы вы ни пребывали. Всегда помните, Он благо. Он благо. Вы сделались праведными по Божьей благодати. Вот так вот. И, конечно же, я хочу благословить вас. Я хочу, чтобы Господь Бог вам даровал постоянно Божью благодать. А я люблю вас. Будьте благословенны. Вы, ваши близкие, родные и все, кто соприкасается так или иначе с вами. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки. Да благословенны будут ваши руки. И да благословенна будет ваша семья в тысячекратном размере. Я тоже люблю вас. Пока-пока.